Я сейчас немножко хочу отдалиться от темы, хотя она очень сильно близко связана вообще с нашим творчеством, с нашей деятельностью. Часто нам задают вопросы, какая стрижка мне идет, клиент. Мы не всегда можем ответить на этот вопрос, потому что не знаем. Но есть два простых правила. Лицо может быть нескольких типов. Может быть круглое, ну, буду рисовать тут. Может быть квадратное, может быть треугольное, может быть треугольное в другую сторону. Ну, их вообще очень много, вот этих вот трапециевидное, ромбовидное. На самом деле форм лица, они могут быть между собой тоже скомбинированы как-то. Ну и есть, естественно, эталон, это овал. Ну вот, есть очень простое правило, как подобрать стрижку к любому типу лица. Мы вот этот эталон, шаблон, стандарт овал вписываем в каждую из этих форм визуально. Приходит к нам клиентка, мы так, зрение так вот, я, по-моему, рассказывала об этом. Немножко вот так расфокусировали в зеркало, когда на нее смотрим. И вот черты лица пропали, а остался какой-то вот белый силуэт, да. Он может быть там более квадратный, более круглый, более треугольный. Может быть, естественно, овальный. Мы стараемся все вот эти вот неэталонные, стандартные, неэталонные вот эти вот формы врисовать в эталон. И теперь получается так. Вот, например, с круглым лицом наложили мы сверху овал. Там, где не хватает, компенсируем волосами. То есть людям с овальными, с круглыми лицами идут объемы сверху. При коротких стрижках это могут быть действительно какие-то хорошо от корней поставленные стрижки. Если это, например, дама с длинными волосами, тогда им можно всегда предложить какой-то там пучок сверху сделать. То есть мы визуально таким образом можем лицо, круглое лицо, вот вытянуть. Там, где много, можем прикрыть волосами. Можем стараться эту форму скомпенсировать в двух местах, но обычно достаточно одной. То есть если мы видим круглое лицо, делаем объем наверху. С квадратным лицом, в принципе, то же самое. С треугольным лицом, смотрите, вот здесь нам мало, добавляем волосами. Если к нам приходит мадам с достаточно тяжелой нижней частью, ей всегда будет красиво в короткой стрижке. С узким лбом, треугольное лицо, вот ей надо вот здесь вот компенсировать объемом. Если к нам приходит девушка с узким лицом, с острым подбородком, вот с каким-то красивым лбом ей хорошо будет тоже. Мы волосами стараемся скомпенсировать вот там, где не хватает, либо прикрыть там, где много. Ну это очень легкий, простой способ. С ромбовидным лицом подойдет какой-нибудь градуированный боб, например, где мы скомпенсируем длиной волос до подбородка вот эти вот пустоты. А тут вот можем такую челку ей придумать с большим объемом, например, по свастика получим. Ну ладно. Есть еще один способ, который можно тоже применять в подборе причесок и не только. И в макияжах, и в дизайне ландшафтном, и не только, в интерьере тоже. Есть правила параллельных и перпендикулярных линий. Слышали об этом? Нет? Параллельные линии? Да. Ну вот, да, я рассказывала, просто вот кто-то меня попросил повторить. Повторять, да? Параллельные линии, они подчеркивают какие-то достоинства, но могут подчеркнуть недостатки тоже. А перпендикулярные линии, они нейтрализуют, да, вот как бы сглаживают либо недостаток, либо могут какое-то достоинство сглазить. Вот простой пример. Например, приходит к нам девушка с красивой талией, попой, и говорит, делайте со мной что хотите. У нее длинные волосы. Если мы сделаем вот какую-то вот такую вот стрижку, мы ее плечи создадим параллельную линию волосами. Подчеркнем плечи таким образом. Если мы создадим ей вот такую стрижку, мы подчеркнем ей параллельными линиями ее красивую талию, но при этом мы создадим перпендикулярную линию относительно ее плечей. То есть мы сгладим ширину плеч и подчеркнем ее фигуру. Если к нам приходит дама с круглым лицом, например, круглое лицо мы можем воспринимать как широкую горизонтальную линию. Если мы к этому лицу сделаем овальную челку, челку наискосок, мы создадим перпендикулярную линию относительно ширины и сгладим все ее широкости. Вот так. Если у нас двойной подбородок, стараемся длину стрижки сделать либо ниже, либо уже выше. На удлинение. Чтобы просто убрать акцент с этой тяжелой части. Да, да, да. Можно вытянуть. Бывает такое, что... Приходит к нам часто женщина с носогубными складками. Это ведьма полочина. За счет удлиненных вот этих вот вещей мы можем их подчеркнуть очень сильно. Но если мы сделаем легкую челку, мы создадим перпендикулярную линию относительно вот челка и вот эти вот линии, можем немного загладить ей силуэт. То есть женщинам, у которых ярко выражены носогубные складки, не обязательно это люди, у которых, которые там в районе 60. Могут быть просто вот из-за вот строения челюсти вот они такие. Вот челки очень хорошо компенсируют, не очень вот эти вот приятные вещи. Ну, это, наверное, уже к пластическому хирургу, наверное. Ну, Юра правильный вопрос задал. Приходит мадам, у которой носогубные складки, мы хотим создать ей челку для того, чтобы это дело вот как-то скомпенсировать, но у нее двойной подбородок. И получается, что мы к двойному подбородку добавляем параллельную линию, то есть подчеркиваю. Ну, тогда челка пускай будет легкая, чтобы она... Вот пускай она вот такая вот будет, чтобы она лежала на лице все-таки, но вот была прореженная. Тогда эта линия разобьется чуть-чуть. Такие раз, все сразу в зеркало. Я смотрю на тебя и понятнее. Ну, вот обратите внимание на этот принцип. На самом деле очень интересно. Можно переубедить наконец-то какую-нибудь вашу клиентку сменить стрижку. Вот, может быть, ты переубедишь все-таки вот эту панику, которая сейчас отращивает со всех сил. Тяжелый низ у нее такой. Обратите внимание, как клиент ваш себя ведет. Вот даже в период разговора с ним, да, вот интервью, интервью, пока ты с ней разговариваешь, адаптация, да, называется. Перед тем, как помыть ей голову, мы с ней беседуем. Нам нужно посмотреть на то, как ее волосы ведут себя без укладки. Вот, когда она вот там заросшая, отрошая, она к вам приходит, вот такая, какая она есть. Сразу видно, ухаживает человек за собой или не очень. Вы можете стараться делать ей геометрическую какую-то там красивую форму. Она вот так вот сделает и пошла. Ну, и вся работа пошла на смарку. То есть, в принципе, если она открывает лицо и постоянно старается волосы заложить за уши, то, значит, ей нужен лифтинг, да? Она сразу показывает, где объем, да, да, да. Все, это очень волосы. Вот следите за их привычками. Вот если она, ну, я не знаю, что я хочу, а сама вот приподнимает себе, это значит, что ей хочется объема сверху. Вот как она говорит, Алина только что сказала, вот так вот, да, да. Это значит, что, в принципе, она себя будет очень хорошо чувствовать с челкой наискосок. Если она говорит, приходит к тебе и говорит, я не знаю, вообще готова ли я мне стрижку или нет. Это значит, что она себе волосы отращивает и хочет быть их, не знаю, вытянуть до пола, наверное. Там, в принципе, никаких метаморфоз не предложишь, потому что она будет категорически против. Ну, там кончики подстрижем. Можем предложить лечение волос. Какой-нибудь, ну, вот это вот, уже понятно все с ней. Не будет она стрижься. Да, 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 да. А сколько вы мне срезаете? Что лифтинг? Если мы зачесываем постоянно волосы за уши, значит, мы никаких особо волос на лице не хотим ощущать. Вот мне сделали стрижку, у меня была такая тяжелая челка наискосок. Ну, да, я ее укладывала, но она меня не бесила, она меня утомляла просто. При каждом удобном случае, да, я все равно себе волосы все вот освобождала, убирала от лица. Если, бывает вот тут несколько типов людей, какие-то ходят, вот несут себя миру, вот она, вот она идет, она вот головой все время стряхивает там, да. Это значит, что ей будет легко и комфортно в стрижках слоями. Вот какие-то вот такие подвижные каскады, подвижные формы, когда она может волосами этими играться, вот чтобы она вот встала, тряхнула, и у нее там оно рассыпалось в разные стороны. Вот Алина у нас, ну, 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 и я. Я смотрю, когда я очень хочу, чтобы мне нравились, я знаю, что в моей сети мне не комфортно, потому что мне надо, чтобы вот так. Да, да. Как ты ее уж носить? Вот так, да. То есть ей челка вот такой вот феранкой, наискосочек, видишь, вот тряхнула голова, она у тебя ушла назад, а вот вот такой вот челкой, которая будет лежать на лице, и вот статично, ты будешь с ней мучиться, вот так же, как и я. Вот, а есть люди, которые волосами, наоборот, они вот прикрывают себя от внешнего мира, вот ей хорошо, вот она вот даже, она даже ходит вот так вот, они обычно такие вкрачиваются люди, такие интроверты, совсем уже такие законченные интроверты. Вот она вот такая, эмо, вот все, это вот челки, вот чтобы вообще лица не было видно. Бывают некоторые клиентки даже в зеркало на себя не смотрят, настолько они себя не любят, ну, это, конечно, вообще беда. Вот тут уже, мы, наверное, особо не поможем, там к психологу уже скорее. Да, вот прям, даже, там, хотел сказать, под очки прячутся. Вовремя, вовремя. Ну, хотя да, ты видишь, вот. Ладно, пока не, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok